Итак, дорогие мои, всем привет-привет! С вами Кулинова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Смотрите, во-первых, 70% скидкой я приобрела 6 штучек, то есть все забрала по ВИПу. Получаются вот такие биокапсулы для посудистой моечной машины. Получились они у меня 204 рубля всего лишь, поэтому все хорошо. Далее, что хочется сказать, вот тоже 70% скидкой по ВИПу я приобрела 31,60 Шершеля ФАМ. И вот тут хотелось бы к вам обратиться по тому вопросу, когда мне пишут, вот вам ВИПом все можно, все можно, мы не строим структуру и так далее. Структуру для ВИП-статуса строить не всегда нужно, не всегда важно, вообще не нужно. Вы можете быть просто ВИП-консультантом и никого не приглашать в свою структуру и команду, и просто быть ВИП-консультантом и пользоваться ВИП-привилегиями. Ну и прежде чем снять все, что нужно, я для вас сниму сейчас, получается, вот такие вот полотенчики. Их тут несколько цветов, они мягкие, они хорошо впитываются. И, конечно же, я очень счастлива, что у нас в компании Фаберлик не только это есть, да, то есть вот красивый, кстати, очень хорошо передается шикарный цвет полотенца для рук. Артикул 910-294, это новинка на моем канале, очень такие мягонькие, хорошенькие. Далее, Артикул 910-292, это цвет уже получается бирюзовый, да, то есть красивый такой бирюзовый, яркий такой вот оттеночек. Везде есть такая вот штучка Фаберлик Хом. Артикул 910-293, вот такой вот тоже очень приятный цвет, приятный оттеночек, тоже очень хорошо передается. Спасибо моей камере, что она вам всем не врет. Да, для меня это здорово. Далее, 910-291, это Аквамарин. У нас, по-моему, был цвет Аквамарин. Все они идут размером 30 на 50, сделаны в Пакистане. 100% хлопок у них состав. Они не толстые, не тонкие, в общем, нормальные, полноценные, хорошие полотенчики, да, то есть вот хорошо. Вот это, кстати, не такой яркий, как на ютубе, вот этот немножко камера собрала. И вот такой прям новый цвет для меня. У меня таких полотенец, честно вам скажу, никогда не было. Цвет шоколадный, артикул 910-295. Вот прям такой вот красивый, насыщенный, и мне он, кстати, понравился, прям здорово. Вот, ну и дальше, точь-точь, такие же полотенца, только уже побольше идут. Артикул 910-298, кремовый цвет, размер 50 на 70. Оно называется уже полотенце для лица. То есть оно такое вот уже, прям большое, полноценное, хорошее полотенце. Большое, но я только один размерчик вам покажу, потому что они все абсолютно одинаковые. Значит, у карамельного цвета 910-299, артикул, получается полотенце для лица шоколадного 910-300. Отличный, кстати, набор, чтобы собрать и кому-то подарить. Это просто великолепно. Далее, артикул 910-296 у Аквамарина. И артикул 910-297, получается, у бирюзового. Ну и дальше идут у нас уже с вами полотенца обычные, 70 на 140 размер, сделано в Пакистане, 100% хлопок. Также, значит, у карамельного 910-304, бирюзовое 910-302, артикул. Вот они, знаете, вот это вот бирюзовое, оно более такое глубокое, приятное, а вот это прям свежий такой оттеночек. Нежный и свежий, хотя на камеру они практически одинаковые. Аквамарин 910-301, кремовые 910-303 и 910-305 у нас шоколадные. Ну и, конечно, хочется показать реальные размеры полотенца. Оно слишком большое, поэтому я его вам хочу показать таким вот образом. И смотрите, вот это вот полотенце, его можно даже обернуть вокруг себя и так и ходить. Да, то есть я человек 52-го размера, оно отлично на мне сидит, то есть мало ли где-то что-то я забыла, даже обернуть вокруг себя можно и вам будет уже удобно. Так, ну что ж, сегодня мы с вами продолжим новинку обсуждать, новинку 5-го каталога 2022-го года. И, конечно же, у нас с вами будут помады. Помад у нас огромное количество, будем пробовать некоторые помады на моем лице. Что я удивилась, это то, что помада у нас идет с накопительным ухаживающим эффектом и деликатные оттенки с влажным финишем. Конечно же, я пошла читать упаковочку. Очень была приятно удивлена тем, что она идет с маслом авокадо, семян дыни, витамин F, масло ши и экстракт орхидеи. Лак у меня, кстати, фаберлик. Скоро буду делать маникюр, пока так. Утонченный цвет, питательное покрытие, влажный блеск. Ну и сейчас мы с вами будем снимать сводчи. Ну что ж, давайте начнем тестирование. Во-первых, они приходят в таких вот красивых очень коробочках. Но сама упаковочка такая вот интересная, пластмассовая, легонькая. Она идет за щелочкой. У всех помад очень какой-то приятный такой вкус. Мне понравилось, да, я уже ими попользовалась. Такие вот новые 10 оттеночков. В первый оттеночек у нас идет пудровый мед, артикул 4105. Да, такой вот красавчик. 4105. Они идут просвечивающие. То есть они такие вот полупросвечивающие. Аромат очень приятный. Дальше. Вторая помада у нас с вами идет нежно-персиковый 4106. Вот я прям по порядку иду, чтобы вы не путались. Вот это вот, конечно, плохо передается. Он вообще персиковый и нисколько не морковный. Меня камера соврала, прошу прощения. Далее. Вот такой вот прям фламинго 4107. Прям очень яркий. Тоже плохо передается. И он, кстати, плотнее. Видите? Он прям очень мягкий. Видите? Прям очень мягкая помада. Вот эта вот фламинго. Супер мягкая. Значит, 4108. Тоже, да, такая, видите, уже менее насыщенная, нежели предыдущая помада. Прям, видите, разница какая огромная. Следующая помада у нас с вами пойдет 4109. Это розовый лиловый. В принципе, в каталоге они тоже, я вот смотрю, они не все совпадают. Сейчас вот только вот эта вот фламинго, она прям капец какая, да. То есть прям жирная. Дальше. 41110 розовая пролине. Тоже цвет плохо передается, девочки. Цвет очень красивый. Извините, пожалуйста, но я не знаю, что ей делать. Так вроде бы лучше. Она передается. Нет, и то не передается. У нее более такой, знаете, холодный оттенок. Так, следующая помада. 41111 мягкий розовый. Ну, давай, передавайся. Помада весьма мягкая, да. Вот видите, я чуть-чуть нанесла. Все, уже рисунка на ней нет. Дальше. И не забывайте, вся упаковка биоразлагаемая. 41112. 41112. Очень красивый, кстати, цвет. Верьте каталогу. С каталогом хорошо, очень совпадает. Прям очень хорошо совпадает. 41113. Тоже, смотрите, как скрасилась быстро. Жирненькая такая помада тоже. И самое-самое последнее. У нас с вами получается 41114. Ну, знаете, есть какие-то помады еле-еле, а какие-то помады пожирнее. Вот непонятно. 4118 помада. Она идет темнее, чем тут на мне представлено. Очень красивый цвет, очень красивый оттенок. 41110. Кстати, мало отличаются от предыдущей. Но вживую отличаются побольше. Менее холодный подтон и более теплый оттенок. Все помады полупросвечивающие. Да, то есть не забывайте про это. Они полупросвечивающие. 41111. Чувствую, чуть-чуть немножко какие-то катушки. Нанесение абсолютно неплотное. Цвет есть. Камера в этот раз его плохо передает. Но, как вы видите, он не такой уж прям супер плотный. Слой очень толстый нанесен. Это просто хорошие, пигментированные слегка бальзамы. Я бы так сказала. Артикул 41112. Вот этот, кстати, хорошо видно. Как вы видите, я накрасила нижнюю губу, верхнюю оставила. Он не хорошо очень подходит и не смазывается. Так, помада 4105. Знаете, практически ничего не изменилось. А по сравнению с верхней губой, она просто начала блестеть. Как блеск для губ. Да, вот что-то типа этого. 4106. Ну, знаете, как бальзам. Вот первые два оттенка что-то я как-то чуть-чуть слегка только наблюдаю. И как бы... Но это не для цвета, это для ухода за губами. Такое ощущение, что это просто хороший бальзам. Хотя, когда я ее смывала, на губах она есть. Ну, на ватном диске я имею в виду. Она вот есть, пожалуйста. Та самая спорная помада. 4107. Фламинга. Очень странно лежит. Ну, знаете, у нее единственные есть какие-то катышки. Очень сложно нанести ровно. И вот видите. Следующая у нас получается 4109 розово-лиловая. Вот она у меня не смогла никак передастись. Вот она темнее, чем есть. Вот сейчас, на самом деле, она темнее, чем вот сейчас в камере на тон, наверное, на целый. Отличная помада. Не идет. Но она, девочки, она не темнее. Ну, и оттеночек 4114 тоже накрасила только нижнюю губу. Очень красивый цвет. Знаете, губки блестят чем-то таким ухоженным, приятным. Привкус, кстати, не очень вкусный. Но неплохой. Следующее направление это ухаживающие блески для губ. Они идут с разными вкусами. Есть со вкусом ванили и макадамии 41104, со вкусом манго-маракуйя 41102 и со вкусом авокадо и клубники 41103. Идут они все в таких вот красивых коробочках. Ну, и на коробочке написано, что тут есть органическое масло авокадо и витамин Е. Да, то есть источник росты, здоровья, губ. Ну, что ж, пойдемте с вами на счет. Такой вот хорошенький раз. Здесь 41103. Такой вот хорошенький два. То есть вот они тут так вот уложены. То есть коробочка большая, блеск получается маленький. Так, это у нас 41102. Значит, я так понимаю, их нужно кисточку для них покупать или пальцем наносить. 41104. 41104. Итак, 41103. Открываем. Тут защитная штучка. Ну, конечно, да, не очень-то удобно получается вот таким вот образом. Он такой вот густой. Действительно яркий такой кисленький аромат авокадо с клубникой. Очень-очень приятный. Так, второй. Второй у нас с вами идет уже, если у этого есть какой-то тон, то желтенький у нас идет со вкусом манго-маракуйи. То есть он такой вот прям ярко-желтенький, да. Очень густой такой, напитанный сильно. Так, ну и третий у нас с вами идет со вкусом малины и макадамии. Очень-очень нежно розовый. Запах. Бумба, просто бумба. Очень вкусный запах. Так, малина и макадамия. Ну, то есть, я так понимаю, они все три одинаковые, да. Нанесла ванили и макадамию. Давайте с вами еще попробуем. Вот, немножечко взяла. То есть он такой вот белесый. Очень питательный. Прямо чувствуется, как он будет ухаживать. Ну, манго-маракуйя, он тоже такой, знаете, вкус он не дает. Наоборот, вкус чего-то невкусного. Вот, а запах обалденный. Очень приятный. Так, со вкусом авокадо и клубнички. Ну, такой есть слегка оттеночек. Да, видите, на пальчике он тоже есть. Очень классно за губами ухаживает. Прямо очень классно. Мне нравится. После десяти снятий помад, мицеллярной воды, я прям ощущаю вот эту вот влагу, вот этот вот кайф. Я прям чувствую, что круто. Все-таки мицеллярная вода, она подсушивает губы. И когда я нанесла вот в первый раз вот этот блеск, не блеск, а бальзам, я прям почувствовала, как губки питаются, как им хорошо. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Faberic Online. До встречи с вами в новых обзорах. Была бы рада вам полезной. Да, это второй обзор новинок за пятый каталог 2022 года. Мне еще пришли лаки, наклейки, переводки. Дочке одежда пришла, поэтому следующий обзор тоже будет длинный. И тоже будут одни новиночки.